В Крае стартовала летняя оздоровительная кампания. 1 июня открылись лагеря при школах, а начиная с 10 начнут работать и загородные. Чем нынешний летний сезон будет отличаться от предыдущих? Все ли лагеря на сегодняшний день готовы принять детей? Сколько школьников за лето отдохнут за городом? Спросим сегодня у начальника отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования Алтайского края Ольги Плешковой. Здравствуйте, Ольга Александровна. Здравствуйте. Я знаю, что вы только-только приехали, проверяли лагеря. Сегодня тепло и в ближайшие дни будет тепло, но погода нынче непредсказуема. Не замерзнут ли дети в домиках? Безусловно, погодные условия накладывают некий отпечаток на подготовку загородного отдыха, но на сегодняшний день мы убеждены, что к массовому открытию, начиная с 10 июня, погода восстановится в том режиме, который необходим для открытия лагерей. Я говорю сейчас о среднесуточной температуре. Она должна быть не ниже 16 градусов, и тогда в корпусах установится именно та температура, которая необходима ребятам для проживания. Первый момент. А второй момент, учитывая такие погодные условия, все загородные оздоровительные организации подготовились к хорошим просушиванию одежды, обуви. То есть, на самом деле, вот это очень важно. Это впервые такое нынче? Не впервые, но нынче мы на это обратили внимание. Особое внимание. Особое внимание. И на второй комплект одеял, безусловно, вот эти меры уже нами приняты. Не замерзнут, значит. Не замерзнут. Очень много мошек сейчас и по вечерам, за городом уже жалуются люди на укусы, клещей, естественно, много. Не будут ли досаждать насекомые детям? Я, конечно, знаю, что вы обрабатываете лагеря. Какие моменты, кроме обработки, еще учитывались при проверке? Безусловно, все процедуры, которые необходимо лагерю провести, они в комплексе проводятся. Кроме акарицидной обработки противоклещевой проводится еще дезинфекция как раз от комара и мошки. И сегодня современные технологии позволяют избавить территорию загородной организации, по крайней мере, на один оздоровительный сезон. Затем обработка повторяется и так далее. Вместе с тем, родителям рекомендовано направлять с собой, с ребенком, те средства, которые именно ему подходят. Кроме того, определенный запас формируется в загородном лагере дезинфекционных и других средств, которые, вот индивидуальных, скажем, средств защиты. Сколько всего загородных лагерей нынче откроется в Алтайском крае? В Алтайском крае, как и в предыдущие годы, готовы к открытию уже 67 загородных оздоровительных организаций. Это больше, чем обычно или традиционное число? Традиционное число, ни больше, ни меньше, поскольку мы работаем в режиме подготовки круглый год, поэтому эта цифра известна нам круглый год. Если паводковая ситуация не внесет свои коррективы, то все 67 будут открыты. С 10 по 15? Безусловно. 10 санаториев, 7 санаториев, простите, 7 санаторных оздоровительных лагерей и целый комплекс лагерей пришкольных, профильных, то есть туристских, палаточных. Вот все типы оздоровительных организаций, которые на сегодняшний день существуют, в Алтайском крае представлены. Дорого ли нынче обошлись родителям путевки и все ли вообще родители могут себе позволить отдых детей за городом? Это тоже забота государства и в 2018 году в Алтайском крае правительством на 20% увеличены меры поддержки гражданам Алтайского края. Сегодня при установленной средней стоимости 14 400 путевки в загородный лагерь, все граждане Алтайского края получают компенсацию по 6 тысяч рублей, работники бюджетной сферы 10 с небольшим, третьего ребенка в многодетной семье мы в целом отправляем 100% за счет государства, ну и безусловно ребята, которые находятся на попечении у родителей, на попечении в детских домах, они получают этот отдых бесплатно. Как развлекать будут детей в лагерях? Потому что, ну вот мне иногда кажется, что приедут они в лагерь, сядут на кровать, возьмут гаджет и все собственно. А чтобы вам этого не казалось, предлагаю проехать по лагерям, посмотреть, когда начнется летняя оздоровительная кампания. Никто не сидит. Программа этого года еще более насыщенная и более интересная по сравнению с предыдущим и это закономерный процесс, поскольку оздоровительные лагеря в летний период по сути становятся центрами дополнительного образования детей. То есть все дополнительное образование плавно перемещается на базу загородного отдыха. Сегодня к этому подготовлены студии, секции, клубы. Кроме того, разворачивается огромная краевая программа профильных смен, профильных лагерей и уже стартовала она нашими инженерными каникулами в детском технопарке Алтайского края «Кванториум-22». Есть несколько новых совершенно трендов. Фестиваль российского движения школьников запланирован в летний период как профильный лагерь. Новая смена, которая уже посвящена году театра в 2019 году, это театральный арт-коктейль. К столетию дополнительного образования будет приурочена межрегиональная творческая смена «Алтайские каникулы», которая тоже пройдет в августе. Новым трендом стали в этом году лагеря «Иноармейские сборы». Четыре таких лагеря в течение летнего отдыха пройдет в разных лагерях Алтайского края, чтобы как можно больше ребят включились в это движение «Иноармейское». Ну и таким образом мы ежегодно эту программу улучшаем, добавляем новыми событиями, готовим кадры специально для этого и вместе с нами готовятся к этому ребята. В общем, гаджеты в сторону. В сетях, да, эта работа уже идет. Ну, много говорят и нынче о безопасности, и раньше говорили много о безопасности. Все ли лагеря под круглосуточным видеонаблюдением и необходимо ли оно, по-вашему? Вы знаете, под круглосуточным видеонаблюдением все крупные оздоровительные организации Алтайского края загородны, безусловно. На наш взгляд, это необходимо по нескольким причинам. С одной стороны, это антитеррористическая защищенность, это безопасность детей. С другой стороны, это сигнал родителям о том, что детский лагерь, в который они направляют ребенка, под контролем государственных служб. И именно для этого созданы реестры, и все наши загородные оздоровительные лагеря, безусловно, выполняют требования, комплекс требований, входит в этот реестр. Поэтому, кроме того, еще целый комплекс мер, это и договоры с частными охранными предприятиями, это договоры МВД, Росгвардии по проверке ежедневной, ежесуточной, того, как работают эти охранные организации. То есть целый комплекс мер, он предусмотрен. А не было такого, что дети, например, говорят, а вот мы не хотим, чтобы на нас круглосуточно за нами кто-то наблюдал? А за ними не наблюдают. Наблюдают за входом, за выходом, наблюдают за теми специальными точками разработанными. Это все в паспорте террористической безопасности, в лагере записано. За детьми не наблюдают. Персонал тоже, я так понимаю, провели заранее, без судимости все? Безусловно. Это мероприятие уже не первый год проводится, поэтому здесь все в комплексе, в течение года проводится. Когда первые заезды, в какие лагеря? Вы знаете, первые заезды в детские оздоровительные лагеря массово начинаются, как вы уже сказали, с 10-го числа, 14-го числа. А если вдруг плохая погода, все равно? Плохая погода, если только среднесуточная температура будет ниже 16 градусов. Только при таком условии. Это значит 10 градусов ночи, 22 днем. Мы уверены, что таких температур не будет. И, как правило, первыми открываются те загородные оздоровительные организации, где теплые, отапливаемые кирпичные корпуса, и там ребята смогут отдыхать и даже в такую погоду. То есть в ближайшее время, в принципе, уже все заедут на следующей неделе? Да, 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 безусловно. Мы надеемся, что погода не подведет. Спасибо, Ольга Александровна. Именно надеемся на это. Спасибо вам. Я напомню, что о загородных оздоровительных лагерях, куда уже совсем скоро поедут школьники Алтайского края, мы сегодня говорили с Ольгой Плешковой, начальником отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования Алтайского края.